Привет! Это видео будет достаточно интересным, так как я вчера начал изучать приложение Activity Launcher, с помощью которого можно активировать различные скрытые функции в системе, причем без root-прав. Я начал проходить и искать в каждом из них что-либо интересное, что покажется на мой взгляд. И сейчас покажу несколько примеров. У меня, кстати, MIUI 11 на 10-м андроиде. Смотри, мы сейчас листаем вниз, видим два приложения телефон. Внизу у нас гугловская звонилка, а сверху тот телефон, который скрыт, и тот телефон, который у меня был в системе. И тут есть очень интересное меню. Запись вызовов. Запись вызовов. Есть даже отдельная папка, в которую... Куда записывались бы звонки. Вот, на самом деле, я вчера это все протестировал. Тестировал звонки, и это, к сожалению, не работает. Я также создавал эту папку, в которую, предположительно, могло бы это все записываться. Но нет, не работает. Еще один очень интересный момент находится в приложении безопасность. Смотрите. Вот, ультраэкономия энергии. Что это вообще такое? Я как-то показывал прошивку к Xiaomi EU, и там была функция ультраэкономии. Я жму создать ярлык. У меня теперь есть ярлык на рабочем столе. Перехожу. И... Пока что у меня это не работает, скорее всего, из-за того, что заряда много еще. Но вчера я тестировал, и у меня телефон превращался полностью в такую вот ограниченную штуку, когда можно только позвонить, там анимации нету, все урезано. Сейчас я это покажу. Чтобы мои слова не были голословные, я показываю то, что в чате. Вчера я отправлял скриншот, то, что у меня получилось включить ультра-бэтресейвер. Сколько у меня заряда было? 23%. Но у меня эта функция работала. Вот, пишут, что заряда хватит на 82 часа. Скорее всего, бутафория, но как-то оно должно помогать. Потому что телефон полностью урезается и становится как кирпич какой-то. Этот режим уже даже спустя продолжительное время у меня не работает. Не знаю почему, у меня он работал раньше, но сейчас по факту нет. Еще один интересный момент заметил. Питание и производительность. О максимальной экономии. Вот этого меню я в системе еще не видел. Хоть я MIUI всю пролавил, но такого я не видел. Поправьте меня, если есть это у вас в настройках питания и производительности, то напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, я ошибаюсь. А так это тоже можно создать в виде ярлыка и пользоваться этим. И это не просто режим экономии энергии. Он у меня отключен. Отключена именно максимальная экономия. Вот я ее отключаю. Включаю экономию обычную. И у нас вот эта вот, ну, желтенькая батарейка показывается. Отключаю. Включаю уже максимальную экономию. Обычный режим экономии не задействован. И также горит желтая батарейка. И очень-очень много тут всяких настроек. Это все нужно изучать. Но на самом деле я практически все эти приложения просмотрел. А в основном это хлам. Процентов 80. Остальные приложения какие-то системные. Какие-то инженерные менюшки. Вот, в принципе, это обычному пользователю вообще не надо. Но с другой стороны, вообще зачем это надо в телефоне? Потому что в любом случае, каждое вот это приложение каким-то образом влияет на жизнь батарейки. И меня это напрягает. То, что куча всяких каких-то непонятных моментов. Кстати, это приложение можно использовать даже в каких-то более нормальных целях. Например, можно найти какую-нибудь настройку, которая будет открывать какое-то именно меню. Ну, в этом, конечно, разбираться надо. Но все же это все реально. Например, открыли пульт. У нас тут может быть какая-то настройка. Например, мы ее можем создать. Ярлык. И сразу будем попадать туда, куда надо. Но это все нужно изучать детально. И, возможно, в будущем будет видео про такие вот полезные фишки, ссылки, которые тут есть в этих приложениях. Поэтому будет интересно. Просто открывается что-то непонятное. Даже не знаю, что это. Поэтому оно скрыто от нас. Кстати, посмотрите, сколько мусора в системе. Какие-то микоины, линзы от гугла. Всем этим я не пользуюсь. Приложение Karaoke. Вообще, что это? Почему оно в моем телефоне? По поводу звонилки. Она не работает. Сколько я действий различных не делал. Но никак. Китайцы, блин. Такое вот видео получилось. Надеюсь, вам было интересно. Да, конечно, не все из этого работает. Но это просто интересно. То, что оно вообще есть. И то, что оно скрыто. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok